11 марта. Марина. Письмо называется «Ребенок бьется головой об стену». Здравствуйте. Моему сыну 2,6, когда сильно злится, начинает биться лбу, мастину или любую поверхность. Это началось в год и шесть. Каждый раз, когда ему что-то запрещалось. Он очень активный, все время пытается залезть на высоту, подоконнившко и так далее. Я это запрещала, и у меня получалось его отвлекать. Но сейчас он стал старше и начинает так себя вести. И в других случаях, когда играет в футбол, и не получается отбить мяч, или когда я, например, включаю свет в комнате, а он вдруг кричит «я сам». И бьется головой, а пол плачет. И я вижу прогресс в худшую сторону. Когда ему было 2 года, я ходила с ним к психологу. Ее слова «Ребенок контактный, просьбы выполняет, у меня к нему претензий нет. Может, вы многое ему запрещаете, он познает мир». Поэтому замените слово «нельзя» на «нет, опасно». И запрещайте немного, и только то, что действительно опасно. Согласна, все правильно сказала психолог. Но я не знаю, относится ли это к вашей ситуации, но рекомендация правильная. Я так и делала, но это не дало результата. Что мне делать, чтобы, когда он злится, не причинял себе вред? Как сделать выход эмоций более безопасной для ребенка? О нем родился Кирсер в течение на 39-й неделе. С его отцом нет контакта, когда ребенку исполнилось 4 месяца. А, когда ребенку исполнилось 4 месяца. Воспитываю я одна, и помогают мои родители. Дедушка для ребенка лучше друг, и они много проводят времени вместе. Ребенок днем не спит, с года 8 вообще начал активно говорить с двух лет. Не спит – это прям жестко. Если он ночью спит 12 часов, тогда нормально. Если он ночью не спит 12 часов, тогда это к неврологу прям разбираться. Слушайте, по поводу аутоагрессии. Значит, аутоагрессия – причинение себе вреда. Выдергивание ресниц, ковыряние до крови, или вот, например, бьется головой у пол. Смотрите, аутоагрессия бывает как симптом заболевания неврологического или психиатрического. Это нужно будет разбираться с неврологом или с психиатром. Либо это бывает как метод воздействия на родителя. Если вы видите, что он бьется головой о пол слегонца, и не причиняет себе вреда, и вы видите, что он бьется и на вас поглядывает, и ждет от вас реакции. То есть это видно, что это манипуляция, это хитринка, это прям вот сила воздействия на родителя. Родитель тут же прибегает, начинает на руки брать, уговаривать, что-то рассказывать, показывать, отвлекать как-то, и ребенок вроде бы переключился, вроде бы добился своего, и все наладилось. В общем, если это манипуляция, это одно. Здесь нужно просто не обращать на ребенка внимания. Начинает биться, вы развернулись и ушли. То есть помните, что это спектакль, и спектакль для зрителей. Пока есть зрители, то есть родители, если это зрители еще что-то предпринимают, как я сказала, уже на руки берут, уговаривают, что-то отвлекают, в общем, какую-то демагогию разводят, то этот спектакль так и будет продолжаться. Чтобы он закончился, нужно зрителям выйти из концертного зала, и, соответственно, актеры перестанут этот спектакль устраивать. Поняли, да? Если вы видите, что это хитринка, манипуляция, что это он так слегонца, чтобы себе не навредить, то есть он чувствует, что больно, и вот стараясь так чуть-чуть как бы приложиться, то это, еще раз повторюсь, манипуляция, выходим, не обращая внимания, и со временем, ребенок тоже взрослый, давно, я так понимаю, это делал, где-то около года, но довольно-таки долго нужно, наверное, месяц, другой, третий это делать, пока у него не сотрется вот эта вот модель поведения, и он не придумывает какую-нибудь другую модель поведения. Вот, но это может быть и симптом неврологического заболевания. То есть, когда ребенок злится, и взрослый, любой, поднимается артериально-кровяное давление, да, бьет в голову, голова сразу начинает болеть, и когда у детей что-то болит, они не могут же сказать, что у мамы у меня болит голова, маленькие дети, они не понимают, они просто чувствуют дискомфорт в том или ином месте и начинают этим местом биться, показывая, как бы у меня здесь больно, у меня здесь болит. В общем, это может быть как и повышение внутричерепного давления, заболела голова, и вот он от боли бьется. Как правило, такие дети стараются причинить еще большую, еще сильнее боль, чтобы заглушить ту внутричерепную, скажем так, поэтому, если вы видите рассечение, прям кровь, и вы видите, что ребенок на вас не обращает внимания, и реально прям бьется, и он прям внутри себя, это его проблемы, ему больно, и он еще сильнее себе больно, боль пытается причинить, и даже не замечает, что уже кровь идет, что уже рассечена тут, и еще сильнее это делает, и зрители ему никакие не нужны, то это бегом к неврологу или к психиатру. Это обследование делать, ТЕГ обязательно, смотреть, как зрели структура мозга, смотреть сосуды шеи на доплере сосудов, ну, УЗИ шеи, вот, и разбираться уже с врачами, это уже медицинская проблема, может быть, какой-то очаг в голове, может быть, ну, там, может быть, все что угодно, и с неврологами, или с психиатром, но я думаю, с тем и с тем нужно будет разбираться, что беспокоит в голове у ребенка, и почему вызывает вот гнев, агрессия, расстройство, вызывает вот повышение артериального давления, я отвлеченно говорю, и вот болит голова, в общем, что-то это с физиологией связано, и с этим разбираться, вот, а психолог, кстати, порекомендовала вам хорошее, я в видео, как воспитать настоящего мужчину, рассказывала, почему мальчишки все время куда-то лезут, вверх особенно, или куда-то вдаль куда-то, а девочки сидят копошатся на своем месте, там я рассказывала, что это эволюция, это природа заставляет мальчиков двигаться вперед, открывать что-то новое, исследовать, в общем, у них вот программа такая записана, а девочки, это накопители опыта, точнее, передача опыта от девочки к девочке, и вот развитие на месте, скажем так, усовершенствование того опыта, который они получили по генетической памяти, и вот они будут, им не нужно туда-вдали, им нужно вот здесь вот сидеть и улучшать то, что они получили по генетической памяти. Мама показала, как вязать, а она за свою жизнь, если это ей понравилось, свяжет еще лучше, придумывает какие-то новые плетения, усовершенствует этот процесс и передаст дальше. А мальчикам однозначно нужно развивать границы, развивать свою территорию, узнавать что-то новое, придумывать. В общем, я там много об этом рассказывала, поэтому да, мальчишки, они полозаучие, они лезут вперед, вверх, вширь, вдаль, вниз, их нельзя ограничить, нужно быть рядом с ними, помогать им исследовать, помогать расширять свои границы, открывать что-то новое, ну и быть здесь, чтобы уберечь от каких-то травм, каких-то несчастий и тому подобное. Если запрещать, то у мальчишки как бы сбивается его генетическая программа, ну, скажем так. Вот, Марина 2,6, сильно злится, бьется головой о стену. В общем, здесь нужно разбираться, от чего это происходит. 11 марта, 26 ответила.